На сторону ополченцев перешли еще два украинских силовика, инструктор территориального батальона Донбасса и бывший сотрудник Донецкой прокуратуры. Отмечу, что это далеко не первый подобный случай. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Донбассе Ирины Куксенковой. Ирина, здравствуйте. Почему силовики решили перейти линию фронта? Да, Роман, приветствую. Сейчас расскажу обо всем по порядку. Действительно, двое представителей силовых структур Украины сегодня перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Первый из них это Игорь Ковалев, санитарный инструктор батальона Донбасс. Надо сказать, что в Донецкой Народной Республике право на амнистию имеют силовики и лица, которые не запятнаны в серьезных убийствах и издевательствах над мирным населением. А именно этим отличаются территориальные батальоны, националистические, коим является батальон Донбасс. Но в этом подразделении Игорь Ковалев служил военным врачом, и поэтому у него был шанс на то, чтобы вернуться в Донецк. Как он говорит, к такому решению он пришел не сразу, ему понадобилось на это 8 месяцев. И та атмосфера, то, что он видел вокруг себя в вооруженных силах Украины, и подтолкнуло его к тому, чтобы вернуться в Донецк. Дело в том, что, по его словам, это полная коррупция в армии, это тотальное пьянство среди личного состава и неадекватность среди командования. И, по его словам, это совершенно понятно, поскольку к линии разграничения связана большая группировка украинских силовиков. И если армия не ведет активных боевых действий, как сейчас происходит на Донбассе, она просто начинает морально разлагаться. Что своими словами и подтвердил Игорь Ковалев. Давайте послушаем его комментарий. Если честно, очень большой бардак в военных штабах. В принципе, война идеологически, она уже проиграна Украиной. Те, которые мобилизованы по призыву, скорее всего, они просто не видят смысла в этом. Естественно, служба будет идти не так, как надо. Дисциплина падает. Бывают случаи пьянства. Также Игорь Ковалев сегодня развеял миф о том, что полностью батальон Донбасса укомплектован идейными выходцами из Донбасса. Он сказал, что таких людей в этом батальоне уже фактически не осталось, а там остались одни наемники. Кроме того, он развеял миф о том, что по украинскому телевидению ежедневно с телекранов льется информация о том, что донецкие ополченцы сами себя обстреливают. Так вот, Игорь Ковалев рассказал, что буквально месяц назад в Киевском районе, где находится железнодорожный вокзал, он своими глазами видел работу тяжелой артиллерии на 120-х минометах, которые работали из Опытного и Песок. Давайте послушаем его комментарий. Однажды был случай, когда я проезжал в городе и четко услышал прилеты тяжелого миномета 120-ки со стороны или Песок, или Опытного, в общем, оттуда. Ложилось в черте города. Переоценка происходила уже давно. Единственное, что я могу сказать, что очень жестко нас там обманывают. То есть, реальности, как она есть, люди там не видят, на той стороне. Второй силовик, который перешел на сторону Донецкой Народной Республики, это Денис Гриченко, прокурор Орджоникидзевского района Мариуполя. Дело в том, что ранее он работал в органах прокуратуры в Донецке. И после того, как началась война на Юго-Востоке, органы самоуправления и силовые органы эвакуировали за территорию, за линию фронта. И вот таким образом почти год этот человек проработал в прокуратуре Мариуполя. Но сам он был из Донецка, родственник его в Донецке, жилье его в Донецке. И поэтому он принял решение вернуться. И во многом, он говорит, это склонило его к тому, что он общался и с друзьями, и с родственниками, которые доносили до него истинную информацию всего происходящего в Донецкой Народной Республике. Давайте послушаем его комментарии. Я поехал работать туда. Был приказ ехать работать. Поработал, заработная плата низкая, социально-бытовые проблемы, квартира съемная, жена. Мы решили, что я уволюсь. Решили, уволился в июле месяце. Решили переехать сюда, как гражданский. Мы тоже вернулись в Донецк. Потому что здесь родственники, здесь семья. Вот так. Это основная причина, почему мы сюда переехали. Ну и что касается обстановки в Донецкой Народной Республике, она остается стабильной уже два дня. Не слышно ни единого взрыва, ни единого выстрела, ни в районе северных районов, Киевский, Кировский, Куйбышевский район, ни даже в районе Марьинки. Спасибо. С последними новостями из Донбасса была наш специальный корреспондент Ирина Куксенкова.